Погодные сюрпризы Велика ли угроза и как с ней бороться? Нежданные гости Мы кричали, пугали их, кидали, вот так и сидят, сидят, смотрят Город облюбовали дикие животные Очередной суицид Что послужило причиной? Конец криминальной истории Участник ОПГ «Татары» предстал перед судом Прививка от гриппа Быть или не быть Водителям на заметку Чтобы получить водительское усилие после лишения Ему необходимо будет дать ПДД Изменение правил ГИБДД Хотел играть в Нью-Джерси, а пришлось в Сибири Карьерные перевороты у бывшего хоккеиста-нефтехимика В прямом эфире итоговый выпуск новостей НТР В студии Александр Акишин Здравствуйте Если верить прогнозам синоптиков То завтра Нижнекамск превратится в один сплошной каток Коммунальщики вовсю готовятся к гололеду Дворники вооружились лопатами и песком А ближе к вечеру на дороге выйдет спецтехника Огромные очереди и в автосервисах В экстренном порядке В зимнюю резину переобуваются сотни автовладельцев Подробности у Лилии Егоровой Станислав Золотухин ежедневно следит за прогнозами синоптиков Узнав о приближающихся заморозках Отправился в шиномонтаж, чтобы переобуть свой автомобиль Гололед на летней резине, говорит мужчина, далеко не уедешь Завтра на работу мало, работаю в челах Надо ехать И тем более погода такая переменчивая День так, другой день К другому Готовится и Габдула Шарапов Он убирает территории около магазина Хая На борьбу с гололедом собирается направить все известные средства У нас здесь на площадке мы солью посыпаем, чтобы роса его А вообще песком посыпаем, чтобы люди не подскользнулись, не упали, не дай бог Завтра все готово уже к запущению делать? Конечно По прогнозам синоптиков уже сегодня вечером в Нижнекамске будет минус 8 Хотя еще утром было плюс 4, шел дождь А это значит, что город превратится в один сплошной каток На борьбу с капризами погоды хоть сейчас готова выйти вся Нижнекамская армия коммунальщиков Дворники уже сегодня получили все инструкции и вооружились лопатами Вот оно главное средство в борьбе с гололедом За моей спиной полторы тысячи тонн песка, перемешанного с солью Еще столько же хранится в горзеленхозе По словам коммунальщиков, всего этого должно хватить на всю зиму А в этих цесернах хранятся специальные реагенты Ими поливают Нижнекамские дороги во время гололеда и снегопада Сейчас в городе хранится свыше 600 тонн смесей Как только запасы закончатся, коммунальщики закажут новую партию Гололеды мы готовы, за погодой мы следим, за прогнозами погоды Машины стоят загруженные реагентами, заправленные и готовы к выезду, ждут команды Но пока это все на словах, гололед покажет, насколько коммунальщики к нему готовы Что касается служб такси, то надеяться на них не стоит Последние три дня, особенно по утрам, вызвать машину было проблематично Время ожидания увеличилось до 40 минут По словам частных перевозчиков, ни погоду, многие не выходят на линию Погодные условия, одно можно сказать Потом количество машин поменьше выезжает, потом спрос большой А еще грешат, что все-таки таксисты в это время завышают цену Нет, нам присылают тариф Нам тариф оператор присылает, фиксированный тариф 70-80, завышают цену, это кто на посадках Там, что называется, на усмотрение водителя Если верить прогнозам синоптиков, минусовать температуру в Нижнекамске Будут стоять до следующей недели Лилия Горова, Ренат Харасов, новости НТР В этом году нижнекамскими наркополицейскими Изъято более 12 килограммов различных наркотиков Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в прокуратуре Только за последние три года в республике выявлено 80 новых психоактивных веществ А в 2014-м уже 11 На пресс-конференции побывал Александр Комаров В наркодиспансере на профилактическом учете состоит чуть более тысячи человек Но это официальная статистика Чтобы увидеть реальную картину, эту цифру нужно умножить на 5 Если даже по таким оценкам Это огромная армия лиц, которые злоподправляют наркотиками И, конечно, они представляют определенную опасность Как для своих близких Как для своих родственников Так и для общественности Что касается работы по выявлению и задержанию наркоторговцев То в этом году сотрудники наркоконтроля Не допустили для черного рынка Порядка 12 килограммов различных наркотиков Если по видам, то из них Героин 12 грамм было изъято Гашиш 1 грамм Дизаморфин у нас не изымался нами Нашим подразделением Наркочистые средства ПБ-22Ф 500 грамм ПВП 21 грамм Кусибель 107 грамм Тусиби 159 грамм Марихуаны 10 килограмм 723 грамма И иных синтетических наркотиков 565 грамм Но не только реальные задержания помогают улучшить ситуацию в городе Но и профилактика Ведь если подготовить человека морально к тому, что наркотик это плохо То и продавать ему будет некому В городе проведено около 50 мероприятий В основном это лекции для учащихся Практическая профилактика тоже эффективна Сотрудники полиции постоянно держат в поле зрение тех, кто уже попадался с наркотиками Мы проводим мероприятия и контроль за лицами Это условно осужденными Даже за хранение наркотиков силами участковых За ними ведется контроль Обсудили и вопрос оборудования, которое выявляет наркотики в организме Анализы показывают не все психоактивные вещества Так было и с тремя подростками, которые попали в реанимацию После отравления неизвестными препаратами Тогда их кровь оказалась чиста Нужно современное оборудование Касаемо этого оборудования, хотел добавить Мы этот вопрос поднимаем Естественно, мы об этом говорим Это также и Париж Салихович поднимал этот вопрос И это доводилось до прокурора республики Этот вопрос прорабатывается Мы будем с этим работать Да, мы считаем необходимым для того, чтобы в нашем городе это оборудование было Ну и конечно не стоит забывать о наказании Суды за продажу, хранение и распространение наркотиков участились Наказание для наркодельцов всегда суровое В гособвинителях лучшие сотрудники прокуратуры Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР Мужчина 37 лет в состоянии алкогольного опьянения сорвался с 9 этажа Трагедия произошла накануне примерно в 11 часов вечера на Вахитово 9 Сотрудников полиции и скорую помощь вызвали свидетелей несчастного случая По словам очевидцев, в этот день в одной из квартир отдыхала компания из трех мужчин Изрядно выпив один из них, решил продемонстрировать друзьям свою смелость Он вылез окно и с криками Пацаны, смотрите, как я умею Повис на одной руке Правда, трюк долго не продлился А смельчак сорвался вниз Приехавшие сотрудники скорой помощи констатировали летальный исход Как пояснили его друзья, он уже ранее этим увлекался, то есть у него может ходить такое Не хватает экстрима, лишь ли его еще чего-то Получается нелепая смерть таким образом В настоящее время труп отправлен на экспертизу, проводится предварительно проверки на установление всех обстоятельств произошедших В Верховном суде Татарстана начался процесс над участником группировки Татары Долгое время Мунир Хабибуллин был в международном розыске От правосудия он скрывался под другим именем Задержали его два года назад в Чувашской республике За то время, пока Хабибуллин был в бегах, он не только успел стать бизнесменом Но и оформил себе по поддельному паспорту водительские права и многие другие документы Напомним, 90-е группировка Татары держала в страхе весь Нижнекамск Старокотревыхлетний мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям Среди них убийство, бандитизм и похищение людей Территорию Нижнекамского турбодиспансера облюбовали лисы Дикие животные появляются здесь и днем, и вечером И если одни рыжих плутовок фотографируют, то другие без палок на работу не ходят Почему животные сменили лес на город и нужно ли их бояться, выяснял Евгения Корбакова Рыжая лиса вызвала в турбодиспансере настоящий ажиотаж На территории она появилась часа в 4 вечера Новость с пометкой «Молния» быстро разнеслась по этажам Все сидели на рабочих местах, позвонила, садила кадров Сказали, что у нас в турбодиспансере во дворе бегает лиса Все побежали смотреть, и она как раз у нас проходила Так, вот тут, где лес, где там скамейки Пробежала и убежала в лес И если среди административных работников происшествие с лисой вызвало скорее положительные эмоции То в пищеблоке совсем другая реакция С лисами повара сталкиваются практически ежедневно Часов в 5 утра как раз в это время люди идут на работу И во дворе собирается по 5-6 животных По словам очевидцев, скорее всего это детеныши И людей они не боятся Мы кричали, пугали их, кидали Вот так и сидят, сидят, смотрят Потом еле-еле ушел Боятся лис люди, ведь это животное является переносчиком бешенства Чтобы обезопасить себя, кое-кто из персонала даже носит с собой палку Вот так, сейчас на работу ходим Правда, до сих пор применять это грозное орудие не приходилось Лисы на людей не обращают никакого внимания Лис в этом году видели не только здесь, на территории Тубдиспансера Летом лисья семья поселилась на Менделеева В качестве норы они использовали старую трубу Там лиса поселила свое потомство и каждый день приносила им еду с ближайшей помойки По словам специалистов, такое поведение животных вполне нормально В города лисы приходят в поисках пищи Поесть на помойке намного проще, чем ловить мышей Вот и в случае с Тубдиспансером Их, скорее всего, привлекла площадка с мусорными контейнерами Численность лис в Нижнекамском районе пока в пределах нормы Если их популяция увеличится в разы, животных будут отстреливать, чтобы не распространялось бешенство Хотя больные лисы встречаются нечасто Первыми животные никогда не нападают Но если это случилось, нужно немедленно обращаться к врачам Евгения Корбакова, Евгений Лызаев, Новости НТР С 15 ноября вступают в силу изменения в законе об административных правонарушениях Нас ожидает сразу несколько новшеств Например, отменяется Институт понятых Теперь, к сведению, будет приниматься видеосъемка с места происшествия Но это должно быть обязательно отражено в протоколе Большая часть изменения касается правил дорожного движения Теперь предусмотрены штрафы за выдачу талона техосмотре без проведения самого техосмотра Сложнее будет и получить права после их лишения Если водитель был лишен водительского удостоверения Чтобы получить водительское удостоверение после лишения Ему необходимо будет сдать ПДД Также оплатить все штрафы И только после этого он получит водительское удостоверение А сейчас у нас наблюдается такая картина, что водительское усыдание свое сдают, а штрафы не оплачивают. Они думают, наверное, что эти штрафы сгорят. Очередной наезд на пешехода произошел накануне, примерно в половину восьмого вечера, на нерегулируемом перекрестке улиц Менделеева и Гагарина. Водитель 69-го года рождения на автомобиле «Фольксваген Пола», следуя со стороны улицы Шинников, совершил наезд на 15-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть на запрещающийся красный сигнал светофора. Пострадавшая с предварительными диагнозами, ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб левой голени, доставлена в больницу. Эпидемия гриппа не за горами, однако от вируса можно предохраняться. По словам медиков, самый надежный способ – вовремя сделать прививку. Сейчас в Нижнекамске полным ходом идет вакцинация от гриппа. Она стартовала 1 октября и завершится совсем скоро, в начале ноября. Как проходит прививочная кампания, узнаем в следующем материале. Ганза Ахмадиева прививается каждый год. Женщина уверена, что именно вакцина помогает ей не заболеть в период эпидемии гриппа. Чтобы не болеть, чтобы здоровывать, здоровывать. За это приходим. Каждый год делаю я прививку. И не болею, помогает. Но желающих сделать прививку, как Ганза Ахмадиева, немного. Сейчас коридоры второй поликлиники практически пустуют. Медики считают, расслабляться не стоит. Эпидемия гриппа не за горами. Сейчас самое время защитить себя от болезни и укрепить иммунитет. Гриппол и Гриппол плюс – это безопасная вакцина. Она наша отечественная и, естественно, адаптирована именно для жителей России. Вакцина является безопасной. Абсолютным противопоказанием для прививки является только аллергическая реакция на куриный белок. По словам Зульфира Ганиевой, в Нижнекамск поступило более 70 тысяч доз Гриппола и Гриппола плюс. Сегодня частично привиты дети, персонал школ, больниц и садиков. Важно пройти вакцинацию и взрослым. Ведь им силы возраста труднее бороться с осложнениями, которые вызывает грипп. Если я сейчас не заболею, то сделаю. А если человек, когда болеет, он в течение после того, как отболел месяц, он прививку потом только сделает. Ну, не знаю, я не рискую, я не делаю прививки. А зачем? Ну, у всех разные мнения. Я как бы остерегаюсь этого. У всех свое здоровье. Я еще пока болею, мне нужно полечиться от других болезней. А потом уже буду делать. Сегодня прививки сделали и сотрудники НТР. Корреспонденты, операторы, радиоведущие показали на своем примере, что эта вакцина абсолютно безопасна. Перед тем, как сделать укол, нужно убедиться, что у вас нет температуры и аллергии. Эта процедура бесплатна и безболезнена. Готовимся к зиме. Выпал снежочек, холодно. Поэтому, ну, я считаю, что надо, надо себя защищать от всяких болезней. Медики надеются, что нижнекамцы будут активнее. Времени остается не так много. По прогнозам, грипп может добраться до нас уже в ноябре. Альбина Валиева, Максим Липин. Новости НТР. Завтра жители города могут пожаловаться первому заместителю прокурора республики на невыплату заработной платы. Артем Николаев будет принимать в здание городской прокуратуры с 11 до часу дня. Записаться на прием можно уже сейчас по телефону 39 21 67. Социальные сети уже давно не являются исключительно средством общения. С каждым днем в ней все больше появляется групп, где собирают деньги нуждающимся. Трудная жизненная ситуация или болезнь помогают таким людям, как друзья и близкие, так и вовсе незнакомые люди. Буквально на днях ВКонтакте появилось очередное сообщество неравнодушных нижнекамцев. Подробности в следующем материале. Даю старт благотворительному флешмобу, который называется «Цена мечты». Благотворительность бывает и такая. Базируется проект «Цена мечты» на просторах социальных сетей. Суть флешмоба заключается в передаче эстафеты. Ответное видеообращение должно быть выложено в интернет в течение 24 часов. Кому-то это покажется несерьезным, но создан проект вовсе не от скуки. Я исполняю мечту маленькой девочки Ландыш, которая очень хочет жить здорово и здорово. И перечисляю на ее лечение некую сумму. Про Ландыш мы рассказывали в начале октября. Девочка страдает редким заболеванием – туберозным склерозом. Месячная норма лекарства стоит 700 тысяч рублей. Таких препаратов нужно как минимум на год. Собрать самостоятельно такую сумму семья Ибрагимовых не в состоянии. Исполняю также мечту девочки Ландыш. Появилось у флешмоба и первое ответное видеообращение. Участвовать в проекте можете и вы. Информации и правила акции предоставлены в группе «Цена мечты». Помочь Ландыша Ибрагимовой можно и более традиционным способом. Банковские реквизиты вы найдете на нашем сайте www.ntrtv.ru Построить в Нижнекамске город мастеров, воздвигнуть памятник учителю и сделать штабы на дубах для детей. Какие только предложения не поступают в проект «50 идей к юбилею». В копилке на данный момент уже десятки идей. О том, что предлагают горожане, далее. Марина Шарыгина – преподаватель по интеллектуальному развитию. Предмет новый, но преподаватель успешно с ним справляется. Вообще Марина любит все новое. На конкурс «50 идей к юбилею города» она прислала 10 своих предложений. Идея, например, такого характера по поводу бездомных собак. В одном из городов, а конкретно, например, Тюмени, есть вот такой вот красивый памятник. Почему бы и нам не установить что-то подобное, и деньги, которые мы здесь будем собирать, затем отправить на содержание бездомных животных у волонтеров, либо на их лечение. Проект, касающийся детских дворов. Детям часто бывает нечем заняться в своем же собственном дворе. Почему бы не занять те асфальтовые пространства, которые сейчас часто заняты машинами, теми же самыми асфальтовыми играми, по примеру, например, нашего 91-го детского сада. А еще новый городской портал и предложение по озеленению города. Это когда в роддоме при рождении ребенка родителям дарили бы саженцы дерева. Марина настолько прониклась идеей этого проекта, что даже создала на сайте детского сада специальную колонку. Многие идеи черпаются от того, что кто-то мне их приносит непосредственно. Либо в социальных сетях, либо через общение непосредственно с людьми, контакт, либо тот же самый СМИ. Пока в картотеке конкурса около 40 предложений. Организаторы предлагают нижнекамцам проявить активность. Сделать таким образом подарок от каждого от нас, от каждого жителя, нашему любимому городу, городу, где родилась я, куда приехали наши уважаемые первостроители, кто построил этот город, где мы построили свои семьи, где мы выучились, получили работу, где мы сегодня живем, где живут наши дети, где живут наши родители. Если у вас есть идеи, которые вы хотите воплотить, то оставить предложение можно на сайте администрации города в специальном разделе. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Советы для народа во время гололеда. Так называется одна из статей еженедельника Нижнекамское время. Свежий номер издания вышел сегодня. Одна из самых актуальных тем выпуска – переход на зимнее время. Своим мнением по этому поводу поделились сотрудники ГИБДД и энергетики. А вот представители социальных служб отвечают на вопрос, есть ли в Нижнекамске нищие. Так это или нет, читайте в свежем номере. Еженедельник Нижнекамское время уже в продаже. Автоцентр «Армада» – официальный дилер «Лада» в городе Нижнекамск приглашает за покупкой нового автомобиля. Ведь в автоцентре весь модельный ряд автомобилей «Лада» в наличии, а также ежедневное поступление новеньких машин на склад. В автоцентре «Армада» продолжает действовать программа «Лада Финанс», по которой вы можете приобрести автомобиль со скидкой до 36 тысяч рублей. Кроме того, здесь вы получите качественный сервис. За ходом ремонта своего автомобиля можно проследить в уютной клиентской зоне. Переждать ремонт с комфортом также можно в расположенном здесь кафе, где вас накормят за счет автоцентра. Услуги сервиса порадуются сезонными скидками и акциями от автоцентра «Армада». Настало время подготовки к зиме. У нас действует акция с аналогичным названием «Подготовь автомобиль к русской зиме». В сервисном центре проверят работоспособность всего автомобиля, начиная с компьютерной диагностики и заканчивая осмотром на подъемнике. Также в автоцентре «Армада» можно провести шиномонтаж. При его прохождении мы подарим вам диагностику развлосхождения. Напоминаем, автоцентр «Армада» ждет своих покупателей по адресу спортивной 4А. График работы с 8 утра до 20 часов вечера, без выходных. А вы подготовили свой автомобиль к суровой зиме? Амазка Шеф, Евгений Лозаев, Новости НТР. На этом у меня все. Далее вас ждут новости спорта с моей коллегой Адельей Сиразовой, прогноз погоды и новости на татарском языке. До новых встреч. Футбол состоится в любую погоду. В Нижнегамске наступили холода, ударил мороз. Однако это не помешало работникам подготовить стадион к началу матча. Как закончилась встреча «Нефтехимика» и «Динамо»? Хотел в НХЛ, оказался в Новосибирске. Экс-защитник «Нефтехимика» стал игроком Сибири. Шахматные баталии подошли к концу. Кто в числе лучших? Об этом и не только сразу после рекламы. Любишь активный отдых на природе? Тогда тебе к нам. Спортивно-теловой комплекс «Федотова» предлагает семейный отдых в любое время года. Уютные номера, конные прогулки, занятия спортом, круглосуточный ресторан, сауна, бильярд. А также проведение любых праздников и корпоративов в комфортной и романтичной обстановке подальше от города и суеты. СДК «Федотова» 20-26-98. «Металлоторт» предлагает широкий выбор металлопроката. Трубы электросварные, профильные, оцинкованные, уголки и швиллера. Листы горячекатанные, арматура и поликарбонат. Профнастил в наличии и под заказ. Изготовление теплиц, беседок и металлоконструкций. Спешите, мы ждем вас каждый день без выходных. По адресу первопроходцев 14, телефон 4301-10. Сауна-бильярд, караоке от 400 рублей. 917-888-1717. Фонд «Таланты мира» представляет к 120-летию кинематографа новый уникальный проект «Галлоконцерт. Любимые мелодии и кино». 24 октября, 18 часов, в Музыкальном колледже. 5 ноября. Набережные Челны. Ледовый дворец спорта. Валерий Меладзе. Телефон в Нижнекамске. 3684-01. Из Западной Сибири в Восточную. Следующий – Красноярск. Томичи уже отгуляли и узнали, что такое чак-чак. О жизни Томска, сибирских татарах и их традициях. Жители этого прекрасного города сейчас отдыхают с семьями в городском парке. Смотрите на канале НТР специальный репортаж «Томский Сабантуй». В эфире спортивный обзор новостей. В ближайшие несколько минут о самых значимых событиях города расскажу вам я, Аделья Сиразова. Здравствуйте. Футболисты «Нефтехимика» провели домашний матч против Кировского «Динамо». В рамках очередного тура первенства России и команд 2-го дивизиона. До этого коллективы уже встречались. Тогда в Кирове нижнекамцы проиграли «Динамовцам» со счетом 1-2. Сумели ли на этот раз «Нефтехимики» взять реванш? Подробнее у Вадима Струминского. Как гласит известная цитата всех любителей этого вида спорта, футбол состоится в любую погоду. В Нижнекамске наступили холода, ударил мороз. Однако это не помешало работникам подготовить стадион к началу матча. Перед этой встречей оба клуба находились рядом в турнирной таблице. Нижнекамцы занимали седьмую строчку с 14 очками. Футболисты из Кирова расположились строчкой ниже, в их активе 13 баллов. Если оба клуба хотят догнать лидирующую шестерку, то побеждать нужно начинать уже сейчас. Так что это был настоящий цикспойнтер, то есть матч за 6 очков. Видимо, нижнекамцы понимали всю ситуацию, поэтому с первых минут ринулись в атаку. Отлично действовал Панцирев, полузащитник и угловые подавал, и моменты создавал, и забить пытался. Вот только не получалось, как у него, так и у его партнеров по команде. Весь первый тайм хозяева поля провели в зоне Кировчан. Правда, результата, как такового, усилия не принесли. На перерыв команды ушли при нолях на табло. В то время как на трибунах редели места, в фан-зоне болельщики отчаянно поддерживали свою команду. К всеобщему удивлению, счет в этой встрече размочили гости. Футболисты «Динамо» отличились в дебюте второго тайма. Нижнекамцы бросились отыгрываться. Было видно, что поражение в матче против гостей из Кирова никак не входило в планы подопечных Андрея Сичихина. На последних минутах встречи избежать обидного поражения все-таки удалось. Орлашин реализовал пенальти. Как итог, 1-1. Ничья. Готовился к сезону за океаном. Играть в итоге будет в КХЛ. Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником Ренатом Мамашевым. Минувшим летом хоккеист получил предложение из команды НХЛ Нью-Джерси. Приехал на просмотр в тренировочный лагерь, но в основной состав пробиться не смог. Напомним, в прошлом году воспитанник ЦСКА защищал цвета нижнекамского нефтехимика и челябинского трактора. В общей сложности Мамашев провел 36 игр и набрал 12 очков. Сейчас Ренат проходит медицинское обследование в Новосибирске и в скором времени начнет борьбу в регулярном чемпионате КХЛ. И в продолжении темы хоккея. Юниорская команда «Нефтехимика» одержала две выездные победы над командой «Комета-юниор». Обе встречи нижнекамцы выиграли с одинаковым счетом. По итогам матчей на табло горели 5-0 в пользу «Химиков». На данный момент наша команда занимает второе место в турнирной таблице дивизиона по «Волжье». В активе «Сине-белых» 31 очко после 12 проведенных игр. В Нижнекамске завершился шахматный турнир. Проводился он в память двухкратной чемпионки Татарстана Гульнары Рашитовой. 67 спортсменов провели 7 игровых туров. Все участники – это воспитанники секции шахмат физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Шахматы – это такой вид спорта, где спешка ни к чему, поэтому играли спортсмены в размеренном темпе. Соревнования проходили на протяжении двух недель. Абсолютным победителем стала ученица 19-й школы Екатерина Леонтьева. Также сумели отличиться Айгуль Низамова, Максум Шейхудинов, Ильнас Магдануров, Ирина Коровина, Самат Голливейфи, Камиля Гельмулина. Поговорим о командных видах спорта. Продолжается первенство города по волейболу. На очереди у коллектива второй тур. Захватывающий поединок подарили команды Кэр и Луч. Отметим, что в первом туре оба клуба одержали уверенные победы. Кэр обыграл мужской клуб со счетом 3-1, а Луч был сильнее НПК 3-0. В вышной встрече в упорной борьбе победили волейболисты Луча, а 3-2 по партиям в их пользу. Хоккеистам не все химико. Через несколько минут предстоит провести матч с командой Слован из Братиславы. Напомним, это предпоследняя встреча этой домашней серии. Соперники сейчас занимают 11-ю строчку западной таблицы. После 18 игр у них 23 очка. Нефтехимик находится на предпоследнем месте Восточной конференции с 15-ю очками. К слову, хуже нижникамцев на Востоке только Хабаровский Амур. Начало матча нефтехимик Слован в 19.00. И на сегодня это все. Далее выпуск прогноза погоды, а затем Альбина Валиева ознакомит вас с новостями на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Оставайтесь на канале НТР. Мы создали бездонный пакет. С максимальной скоростью доступа в интернет, максимальным количеством HD-каналов, максимальным выбором бесплатных фильмов и сериалов и максимальным набором сервисов. Впечатляет! Металлотург предлагает широкий выбор металлопроката. Трубы электросварные, профильные, оцинкованные, уголки и швиллера. Листы горячекатанные, арматура и поликарбонат. Профнастил в наличии и под заказ. Изготовление теплиц, беседок и металлоконструкций. Спешите, мы ждем вас каждый день без выходных. По адресу первопроходцев 14. Телефон 4301-10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова